всем привет уважаемые подписчики с вами снова армак и мы возвращаемся в майнкрафт выживание прошло уже очень много времени я не помню на чем мы там остановились особо а вот да мы как раз с вами зачистили эту сокровищницу так но я здесь по мелочам оставил то что мне не надо в общем да правильно и насколько я помню я все-таки выбрал путь выживания когда не не нужно было искать какой-то дома я решил все-таки жить в виде кочевника то есть постоянно путешествовать и я так понимаю что я решил двигаться куда-то туда сейчас уже по ходу вместе с вами будем все это дело вспоминать вообще почему собственно были прекращены съемки одно время аудитория которая смотрела майнкрафт была довольно маленькой там было буквально несколько человек и связи с этим я все таки я в любом случае по большей части герои буду снимать по той простой причине что в герои я могу играть параллельно с работой то есть я занимаюсь профессионально программированием и периодически когда соперник ваш ходит там по 10-15 минут есть возможность за это время успевать что-то сделать с майнкрафтом так не получится потому что ему нужно уделять постоянное внимание и я сейчас кстати не знаю куда я собственно иду и что я собираюсь найти кстати по еде что здесь у меня есть одна жареная баранина которая просто занимает место мне бы и побыстрее съесть в идеале мне бы сейчас как раз таки набрать свининки было бы неплохо чего тогда откажемся зомбятина ну зомбятина у нас всегда будет в принципе наверно да найти зомбятина это вообще не проблема пойдем бить свинок вообще я конечно стараюсь их разводить и просто так да что вы позалазили на дерево мне теперь бегать за вами снимать вас ну ладно о молодец понял что это его не спасет и решил просто смываться на спасибки так и где-то здесь еще один тоже на дереве по моему был так не видно ну ладно я думаю еще по дорожке мы с вами кого-то да найдем так хорошо как-то лагает майнкрафт стояло 15 чанков для прорисовки поэтому я сейчас поставил меньше кстати у нас уже так быстро начинает садиться солнышко давайте с вами сейчас выберем место для ночевки так место для ночевки но в воде всегда безопасно я вам об этом уже в предыдущих сезонах собственно рассказывал но мы не будем искать легкие пути и попробуем выживать каждый раз по-разному чтобы каждая ночевка у нас чем-то запоминалось давайте тогда в этот раз с вами переночуем на дереве у нас вот есть немножечко земли собственно по земле мы заберемся наверх так как там болотная местность но мы и следующий раз а точнее на следующий день с вами разведаем так просто становимся на землю подпрыгиваем и ставим под себя блоки все отлично значит ночевать мы с вами будем здесь забраться к нам смогут собственно только пауки но мы их сможем довольно легко сбивать вниз плюс из-за того что здесь довольно густая местность то мы с вами имеем возможность если даже и будем падать то скорее всего будем падать на какой-нибудь другое дерево ну а вообще если вы хотите перестраховаться чтобы даже если к вам кто-то залезет они вас не скинули просто сделайте вот таким вот образом загородочку загородите себя так и если кто-то и залезет и начнет вас сбивать то понятное дело вы никуда не выпадете главное чтобы у вас была возможность здесь сразиться с ним нормально спуститься потом вообще можно будет по этому дереву мы одновременно с вами и срубим его так ну как-то довольно много всякого бреда у меня главное что есть не хочется так все наступила у нас ночь опять же не особо хотелось бы просто так провести и здесь на дереве ничего не делая давайте тогда хотя бы осмотрим местность так ну ничего интересного абсолютно нигде не вижу я единственная вот болотная местность я думаю хотя смотрите есть джунгли наверное мы разведаем с вами сначала болотную местность с нее перейдем в джунгли и возможно там найдем с вами арбузы которыми можно будет легко лакомиться так уже слышны паучки где-то поблизости вот один из них так но мы довольно высоко от него чтобы он нас заметил были бы мы немножко ниже я думаю он бы уже пытался к нам залезть хотя в принципе то можем с вами пойти дальше пока мы в воде нас никто не тронет опа вот мы как раз с вами и обнаружили ведьмочку вполне возможно что здесь же на болоте есть и ее домик именно на болоте чаще всего они встречаются так и довольно много зомби зомби я думаю вы знаете что они издалека вас замечают и сразу же начинает бежать к вам поэтому с ведьмой нам надо расправиться по-быстрому пока она нас ничего не кинула ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй застревать нежелательно я не знаю может быть серый немножко добавилось а так не особо я заметил что это нам дало так наберем на всякий случай может где-то пригодится тем более слот под тростничок у нас уже есть так вот он объятина все идем дальше ай-яй-яй тут скелеты нет 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 от скелетов держимся подальше так большой грибочек мы нашли так что то управление немножечко начала подлагивать так кстати когда выйдет версия 1.9 я думаю можно будет запустить если будет большая аудитория по майнкрафту выживание в паре с одним или с парой знакомых у меня есть те которые играют тоже в майнкрафт свое время их на него подсадил но я в майнкрафт играл когда было больше свободного времени меньше работы сейчас мой маленький бизнес начинает давать плоды поэтому игры сейчас довольно редкое занятие для меня но кроме героя мечей магии потому как это пошаговая игра и в нее довольно удобно параллельно с программированием играть сколько же здесь еды ухты эндермен что повоюем главное не дать ему себя бить потому что удары у него довольно существенное и надо что-то выкинуть а мы даже не выкинем а съедим с вами а ее и паучок ай-яй-яй ух сейчас он мог закончить наш сезон и мое спокойно хорошо так надо перекусить стрелы есть стрелы есть можно поохотиться на него или подождать пока он сам отойдет немножко выше надо целиться опа опа все выкидываем забираем свои факелы что тут из него выпало опыт опыт нам пригодится кстати вот опыт я не нашел для него другого применения кроме как при зачаровании может быть где-то еще его используют давайте с вами проверим эту шахту нет здесь ничего толкового нет значит идем дальше так полянка довольно много овец мяско ну с едой пока проблем у нас не предвидится так что продолжаем движение вперед поляна довольно большая две ведьмы и поскольку возле ведьм никого нет то я думаю можно пойти и попытаться отжать может чего толкового у них правда их двое пока я буду убивать одну вторая меня чем-то закидает это сто процентов тоже замедление например они очень любят кидать так сера сахар не очень полезные вещи так у меня же сера было что него а это глина не сера вот лол так пшеничка как же у вас много ребята давайте землю выкинем я взял сахар ух ты что такое все сейчас сера у меня оказалось нормально так ну не так уж сильно нас и покоцали пережили мы этот день с вами идем дальше мы продвигались по моему в эту сторону так паучок на самом болоте вроде как тоже ничего интересного я пока не вижу так вот здесь вот кто то есть давайте с вами проверим кто там похоже на зомби вроде как как раз дерево его прикрыла то есть он не горит пока месть или это заяц подвигался два зайца маленьких она в принципе да это могла быть и овца а кстати по моему я еще путешествовал чтобы найти деревню в таком случае давайте с вами поляну разведаем на вот таких вот открытых местностях во первых видимость хорошая то есть можно далеко смотреть а во вторых есть довольно большая вероятность найти какую-то деревушку курочки есть что с тебя выпало ничего толкового так 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 ну я так понимаю что деревне мы здесь с вами не найдем сейчас по всей видимости хорошо в принципе есть ока эндера можно как-нибудь отправиться нам в ад потом найти фритов там хотелось бы деревушку все-таки найти но единственное не хотелось бы вас сильно утомлять своими поисками может и правда тогда пойдем добывать обсидиан ведерочка у нас есть вообще такими делами как раскопками я люблю заниматься на ночь пока день можно в принципе побегать что-то поискать поразведывать вот кстати по поводу гор именно в горах встречается изумруды в ночь внутри самих гор но я честно говоря вот сам никогда горы не копал ради нахождения этих самых изумрудов то есть изумрудные руды а за них как вы знаете можно торговать жителями в деревнях ухты обнаружили пещерку какая-то она в принципе прикольно выглядит но ничего интересного я в ней не нашел здесь выход куда-то на болото до самой обыкновенной угля угля довольно много кстати дабы освободить место давайте убьем с вами кирку побыстрее сам уголек тоже чем полезно его добывать это то что параллельно с тем что вы получаете сам уголь так еще и получаете опыт за то что его срубили далеко не все блоки дают опыт за то что вы их убираете а уголь один из таких вот если вам нужно заниматься зачарованиями не хватает опыта то один из вариантов это пойти как раз и насобирать угля благо его полно по всему миру в майнкрафте еще можно опыта набить побеждая разных мобов и плюс можно еще набить опыта пошлите к березкам наверное если покормить каких-то животных то есть заниматься их разведением по сути ухты довольно крутые склоны есть в принципе один нечестный маневр который можно использовать я наверное вам про него рассказывал или показывал это когда вы просто прыгаете вниз а перед самим ударом об землю выходите и заново заходите в майнкрафт и получается что вы просто дотрагиваетесь до земли а вся скорость которую вы набрали при падении она обнуляется и до сих пор насколько я знаю этот баг неисправлен так ну или давайте вот таким вот вариантом просто копать под себя и спускаться вниз так тут уже нужна кирка как раз мы ее сейчас добьем до конца да пустовато пустовато в майнкрафте 1.9 там еще добавят немного мобов добавят щиты точнее как в предварительных версиях их уже добавили но я не особо любитель предварительных версий когда выйдет уже официальная версия тогда собственно с вами и попробуем ее протестировать я одну из предварительных уже тестировал по поводу щитов там как раз убрали прикрытие мечом не знаю я привык прикрываться мечом по сути оно никому не мешало а теперь для прикрытия только щиты могут использоваться правой кнопкой и когда у вас в руке меч это ни на что не влияет опа привет ребятки давайте мяска наберем с вами оп пещерка так но это уже что то так блоки есть сейчас этими самыми блоками мы и выложим себе здесь спуск так так хорошо затемнена можно каких-то моб разве это пещера это так хотя вот как домик вы посмотрите насколько пропорционально да все красиво выстроена ровненько как будто окошки справа окошко причем абсолютно одинаково и вот здесь вот как бы столбики стоят очень пропорциональные и вверху блин реально круто я не верю что такое могло создаться абсолютно случайно реально идеально все полностью пропорционально блин может здесь под низом какая-то сокровищница или что-то в этом роде ладно давайте чуть ниже опустимся еще посмотрим ну вообще круто я впервые такое вижу в майнкрафте так есть лава и есть железо давайте соберем с вами железо ну сколько блоков у нас до появилось ой точнее слота свободных а не блоков да да здесь наверх смысла нет подниматься хорошо перекроем здесь проход лавы довольно опасно возле лавы бегать стараюсь всегда прикрывать ее вас могут на нее толкнуть просто будет довольно неприятно железо опа еще железо вообще чем хороши пещеры карьеры разные там разломы тем что как раз хорошо видно где находится какой ресурс я вам об этом тоже уже по моему говорил и вы потратите меньше времени на поиск того или иного ресурса так ну все здесь проход собственно перекрыт я вот думаю как вариант мы можем с вами отсюда то стоп нам нужно стоячая лава здесь стоячий нет стоячие лавы мы с вами сможем добыть обсидиан вот здесь есть еще какая-то лава возможно как раз таки стоячая давайте посмотрим как бы нам тут так аккуратненько слезть вот нормально уже достаю для того чтобы сделать спуск блин и лава здесь тоже не стоячая ну что ты будешь делать кстати обсидиан один собрался добывать а алмазы кто за меня будет искать алмазная кирка только может обсидиан добыть ну что ж способ добыть алмазы есть так слышен где-то зомби где он находится я пока не знаю да так лава вообще то что она здесь освещает это здорово так 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 давай-ка мы тебе тут перекроем проходы вот так и освещение будешь давать и не будешь особо мешать крипер давайте его оттолкнем отсюда и зомби там же давай кишет лазурит жаль что не алмазы а ну киш лазурит в принципе довольно редкий краситель но и в принципе не особо-то он и полезный так тушеные грибы раз есть у нас еще тушеные грибы мисочки не стыкаются да по моему они отстыкаются так что мы таким образом освободим с вами слоты забрали пошли дальше уже не зря мы сюда пришли довольно ой 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 сейчас бы прозевал ну жизни у нас было много так что он бы меня конечно не убил так и что-то много здесь этих самых криперов может где-то здесь есть еще одна сокровищница причем крипер на я сейчас мы с вами проверим да нет в общем то здесь ничего особо то и нет просто заспаунилась два крип так лава вы сами все слышите я не знаю с какой стороны но она здесь где-то есть возможно это та лава о проход нашли которую мы с вами уже видели железо мне бы потом выход отсюда еще найти было бы идеально но если мы выход не найдем тогда мы будем просто подниматься вверх по ступенькам и где-то да выйдем снаружи давай вот так вода нет вода это не то что нам надо так идем дальше так вот я уже запутался ну сюда да я шел так ага вот вот с этого прохода я пришел я вы собственно сами сделал ну лава где-то вот слышно давайте попробуем пройти здесь у меня просто сейчас одна колонка включена поэтому сложно определить с какой стороны идет звук нет здесь уже не слышно ладно он не очень отчетливо этот звук возможно это и правда та самая лава которая вот это например она ведь тоже издает звуки лавы что будем выходить я так подозреваю наверное заканчивать на этом серию а в следующей серии поищем с вами алмазы так нет я пришел где-то с этой стороны поищем алмазы ребят и будем отправляться в ад да это та самая местность в которой мы с вами пришли идеально построенную здесь уже началась ночь так ну до утра да получается нам еще с вами эту серию надо записать давайте может поставим печь даже несколько штук в одной мы с вами переплавим хорошо во второй пожарить надо давайте отсюда немножко дровишек возьмем зачем я все забрал так через правую кнопку можно мыши забрать ровно половину если она конечно делится ровно на два так дальше железная кирка есть алмазов понятное дело нет есть блоки есть топорик тоже с вами приготовим пока все неплохо у нас идет в общем рядом как-то никого особо не заспаунилась кстати есть такой прикол замеченный что там где обитает много животных то там либо вообще не спауниться либо спауниться очень мало всяких мобов поэтому можете находить просто местность там где много разных животных и селиться например возле них ну во первых это еще удобно с той стороны что вы этих самых животных можете разводить тоже не последнее дело при выборе место для домика так ладно пока она тут все у нас собирается немножечко оглядимся болотистая местность но мы с этой стороны пришли там горы дальше идет гора и причем вроде как болотная да да я вам по поводу просмотра сбоку уже говорил да что по бокам у вас все приближается по краю экрана вот если я вот так вот краем экрана поворачиваясь то видите я вижу гору с деревьями болотными когда смотрю прямо они вроде как затененные тоже такой интересный момент по сути здесь сделана камера скажем так я не знаю как она называется которая выпуклая идет или даже не так она может быть впуклая даже вдавленная получается а по краям наоборот выпирающая в общем кто ребят из вас работает с 3d графика я думаю вы знаете я с 3d графикой работаю но не на профессиональном уровне поэтому в этом не особо разбираюсь да все садится уже солнышком так забираем еду собираем и сами печечки я думаю дождемся пока печка здесь все это дело переберет а мы посмотрим с вами на рассвет рассвет и здесь довольно прикольно выглядят вот мы с вами встречаем болотный рассвет кстати на дерево было бы наверное прикольно где-то залезть а папа 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 блин зомби житель эх были бы у меня сейчас золотые яблоки можно было бы подлечить и жить вместе с этим зомби жителем да отстань ты ухты и и моё а вот это плохо ребят лучше уходить от них воду это их замедлит они наносят очень мало урона но они бьют намного чаще чем вы именно в этом и состоит вся опасность тоже зомби мне меч поломался надо будет следующей серии сделать себе мечик как же их много то налезло не дают встречать рассвет вот такой вот рассвет красота ладно нам надо вернуться забрать печку я думаю на этом мы с вами серию и закончим с вами мне кажется что мы возможно прожили даже на день больше хотя по времени примерно два дня и выходит да ладно а я я быстро забираем и разворачиваемся где он попугать меня решить вздумал а вот он вот же шон отдай свое мясо ого вы это видели два брата акробата но надо же так ну что ребят всем спасибо за внимание всем пока пишите комментарии ставьте лайки если вам понравилось в комментариях обязательно если вы смотрите мои выпуски то пишите там снимай еще или наоборот не надо не снимай потому что от этого я ориентируюсь есть аудитория нет аудитории по количеству просмотров по количеству лайков по количеству комментариев если в героях ребята там частенько пишут комментарии есть позитивные есть негативные критика всегда воспринимается плюсом с моей стороны но если она обоснованная конечно в общем все с вами был армак пока встретимся в следующих видео я думаю если будет продолжать расти аудитория майнкрафта слишком часто его не смогу снимать но понемножечку я думаю будут выходить эти самые видео все всем пока